Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Батагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит 24 ноября 2015 года турецкими военными, вызвал серьезный кризис в отношениях между Турцией и Россией. Казахстан невольно оказался втянутым в российско-турецкий конфликт и сегодня вынужден определяться, чью сторону принимать. Причины тривиальны. С одной стороны, Казахстан состоит в союзнических отношениях с Россией. С другой стороны, и отношения с Турцией всегда были дружескими во всех сферах жизни, от политики и экономики до личных. В Турции немало межнациональных браков с гражданками Казахстана. Кроме того, в последнее время граждане Казахстана активно скупали недвижимость Турции, как, впрочем, и российские граждане. Если продолжить тему параллелей с Россией, то и в Казахстане работает немало число экспатов и гастарбайкеров из Турции, в частности в строительном и гостиничном секторе. А также турки являются учредителями крупных торговых центров. Малый и средний бизнес в наших странах продолжают активно делать бизнес в Турции. Турецкий товар пользуется объяснимым успехом. И, наконец, турецкие курорты – самый популярный и доступный вид отдыха для всех социальных слоев населения. Но я хотела бы сделать акцент на одном моменте, который для меня представляется важным. Серьезный конфликт Москвы и Анкары еще раз показал, что российская пропаганда проникла в сознание казахстанцев, так что остается ощущение, что для некоторой части граждан страны президентом является Путин. Одновременно у другой части населения Казахстана появились антироссийские настроения, в которых главная мысль – мы не хотим быть заложниками чужой агрессивной внешней политики. Такой разброс мнений делает Казахстан уязвимым и создает внутренние очаги для нестабильности. Между тем, наш президент Нурсултан Назарбаев на днях, выступая с ежегодным посланием гражданам республики, призвал Россию и Турцию совместно расследовать инцидент со сбитым российским бомбардировщиком и восстановить отношения. Я обратилась к казахстанским экспертам, чтобы разобраться в нескольких аспектах этой проблемы. Говорит известный казахстанский политолог Досм Садпаев. Досм, как Вы считаете, насколько ситуация конфликта между Турцией и Россией у кого достала уровня, и насколько Казахстан уже вовлечен во все это? Ну, если исходить из выступления господина Путина, с его посланием к федеральному собранию, то, скорее всего, Россия будет продолжать нагретать обстановку вокруг Турции, по крайней мере, его заявление о том, что Турция не отделается просто запретом на импорт турецких помидоров в России, и что будет Россия дальше предпринимать определенные жесткие меры, все это как раз говорит о том, что Москва, скорее всего, будет продолжать оказывать давление на Турцию, обвиняя ее в том, в частности, руководство страны в том, что она занимается нелегальной торговлей нефти, хотя доказательств пока нет. В этом случае, конечно, Казахстан, судя по заявлению официальных лиц, опять сейчас пытается выступить в роли посредника. Президент Назарбая заявил о том, что готов, скажем так, примирить Россию и Турцию, тем более, недавно у него был телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Но здесь опять есть конкуренция со стороны Ильхама Лева, президента Азербайджана, который с такой же инициативой выступил. И надо отметить то, что Азербайджан и Казахстан с точки зрения турецких взаимоотношений являются равноправными партнерами. То есть для Анкары Баку является таким же, скажем так, важным игроком в рамках тюркоязычного поля, как и Казахстан. То есть здесь у Турции есть среди кого выбирать. Что касается в целом нашей многовекторной политики, я все время говорил, что, конечно, не стоит путать гибкость дипломатического позвоночника с понятием беспозвоночности в целом. Вот пока мы эту гибкость демонстрируем, хотя, например, в прошлом году были испытания, вот нашей многовекторной политики в связи с украинскими событиями, было очень много критики, в том плане, что мы чересчур слишком занимали какую-то пророссийскую позицию, потом к лету прошлого года немного выправили ситуацию, когда стали заявлять о том, что Украина для нас также партнер, сейчас, судя по заявлению МИД, опять же, по заявлению главы государства, Казахстан пытается играть и балансировать на интересах России и Турции, хотя все четко и хорошо понимают, что при нынешнем действующем президенте многовекторность в том виде, как она была им создана, скорее всего, сохранится. Но это является частью его определенной внешнеполитического имиджа. А вот что будет после него, с приходом новых руководителей, которые, я считаю, будут более слабыми, менее авторитетами, вот здесь как раз будет для нашей страны большое испытание. Я так думаю, что более сильные геополитические игроки будут заставлять Казахстан определиться с лагерем. И опять же, я думаю, что одним из таких игроков будет именно Россия, которая очень хорошо демонстрирует, как она может работать с так называемыми партнерами, чьи интересы часто игнорируют. Вспомним, хотя бы, помните, постоянные конфликты между Москвой и Минском, да? Хотя ближайшие партнеры Белоруссии в свое время союзные государства пытались создать, но это не мешает Москве и Минску постоянно пикируют и конфликтовать. Что произошло с Украином, тоже братским, славянским народом. То есть, опять же, я думаю, что, скорее всего, после транзита власти наша многовекторность будет проходить очень мощный такой период трансформации и мощного давления. И вот как к этому будет относиться новая руководство страны? Сможет ли она отстоять? Вот этот элемент балансирования между этими крупными геополитическими игроками покажет будущее. Но уже в этот раз мы наблюдаем, что постоянно на прочность наша многовекторность испытывается. Говорит Эдуард Политаев, политолог. Эдуард, как Вы считаете, нужно ли Казахстану в этой ситуации принимать сторону своего союзника по УДКБ? И означает ли это, что казахстанские солдаты должны принимать участие в бомбардировках Сирии? Все зависит от тех целей и задач, с которыми Казахстан и Россия находятся в общих военно-политических союзах. Это в первую очередь организация договора о коллективной безопасности УДКБ, согласно уставу которой страны объединяются и предпринимают совместные военные действия в случае угрозы со стороны внешнего врага на тому или иному государству. То есть в настоящее время такой ситуации не возникло. Россия участвует в бомбардировке позиций ИГИЛ за пределами как своей территории, так и территории стран-участниц УДКБ. Безусловно, Казахстан может оказать моральную, политическую, дипломатическую поддержку, но в данной ситуации, во-первых, и нет запроса на то, чтобы Казахстан помог своими вооруженными силами. И, во-вторых, руководство Казахстана, видимо, сейчас какой-то собственной нагрузки от этого и полезности не чувствует. Говорит Талгат Калиев, известный казахстанский журналист, политолог. Талгат, насколько серьезно российская пропаганда влияет на настроение в казахстанском обществе? Влияние российской пропаганды мы уже оценили на украинском опыте, на том, какое произошло расслоение общества и жесткая поляризация по вопросам отношения к крымскому вопросу, к событиям на востоке Украины. Что касается турецкой ситуации, складывается именно аналогичная ситуация, и наблюдается жесткая поляризация, и она будет обостряться. Проблема не столько даже во влиянии российской пропаганды, сколько в отсутствии собственной. У нас отсутствует процесс генерации смыслов. У нас есть пророссийские, проукраинские, протурецкие силы, но нет проказахстанских. И мы не можем их сформулировать, мы не можем задать эти самые ценности. И это грозит очень серьезными проблемами в перспективе, даже в краткосрочной. В том числе с этим связана и определенная популярность исламского вектора, радикального исламского вектора, потому что они в отличие от официальной власти способны предлагать определенные ценности и смыслы. Может быть, не самые популярные, но достаточно внятные и способные заинтересовать население. Между тем, моя знакомая Алматинка замужем за турком живет в Стамбуле. Она пишет, что в Стамбуле и в ее семье все спокойно. Самолеты летают, русским на границе никто ничего не говорит, и все нормальные люди живут, как жили. Политику Путина и Эрдогана в доме с мужем не обсуждаем, виновных не ищем. И тут же добавляет, что в других русско-турецких семьях все не так хорошо. И в некоторых семьях дело дошло до выяснения отношений и даже разводов. Если провести аналогию со смешанными семьями, то Казахстан в турецко-русской семье выступает в качестве ближайшего родственника и той, и другой стороне. А это значит, что Казахстану либо нужно принимать чью-либо сторону, либо тайно дружить с каждой. В течение многих лет многовекность Казахстана приносила свои внешнеполитические дивиденды. Но в последнее время многие задаются вопросом, как долго эта политика будет продолжаться. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону Валматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона была Бутагосия Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также в фейсбуке на странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.